Всем привет, с вами канал Все про Android. Сегодня у нас приложение, вернее игра для очков виртуальной реальности, которое называется проект Haron Space Fighter, то есть там космический истребитель. Игра для очков виртуальной реальности, еще раз повторюсь. Присутствует демка бесплатная в маркете, вы можете скачать, посмотреть как она идет. Игра очень требовательна, офигительная графика. Что понравилось? Во-первых, в игре присутствует калибровка VR-очков. Вы сможете изменить межлинзовое расстояние, то есть межзрачковое, и фокус. То есть приблизить, отдалить, как вам будет удобно. Не обязательно корректировать очки при помощи крутилок, даже если у вас нет настроек на очках, вы сможете откалибровать. Бак, первый баг, который я заметил, игра просто не стартует при выборе русского языка. Я не пробовал немецкий, стартует на английском и украинском языке. Здесь вот немножко у меня посыпалось, я записывал игру с телефона, записывал с большим битрейтом. Для начала, что вам необходимо? Если вы вот так вот, будет происходить вход, то есть при первом старте, если вы выберете русский язык, игра просто не стартует. Поэтому выйдите в меню и запустите игру на английском, ну или же украинском языке. В меню все работает, то есть вы можете в меню сделать настройки. Здесь можно настроить джойстик. И после этого, ну уже необходимо будет, я не знаю, буду писать в маркете, изменить язык на английский или украинский. После чего игра будет работать, сама игра начинается со старта и короткого руководства, что вам нужно сделать. У меня пару уровней уже начато, то есть я прошел обучение. Обучение пройдите обязательно, поскольку там будет понятно, что надо делать. Управление. Сегодня я в процессе игры расскажу, где должен находиться ваш взгляд в процессе управления. Вот при первом запуске я сейчас все пропускаю. То есть вам, если английское меню, у вас будет необходимо все это позакрывать. И при первом запуске, вот видите, по центру синенький кружочек, необходимо для поворотов и управления вверх-вниз, чтобы он не выходил из вот этого большого синего круга. Если только выходит, все теряется в управлении, это сделано для того, чтобы вы смогли управлять задней пушкой. Корабль. Ну, у меня тут дефолтный корабль по умолчанию. Следите, игра просто изумительная графика. Я не знаю, наверное, карборд в этом случае переплюнул даже дейдрим. То есть вы стартуете, вам будут даваться определенные задания. Сначала вы летите в определенное место. Это первый уровень управления наклонами головы, опусканием. Ну, то есть вы полностью управляете головой. Долетаете до нужной вам задачи, после чего вам будет необходимо пройти сам процесс обучения. Пока не перейдете процесс обучения, к миссиям вы не перейдете. Вот в первом случае у нас здесь есть спутник. Необходимо к нему подлететь, и потом начнется уничтожение дронов. Как я уже сказал, геймпадом тоже управляется. Я не стал записывать себя со стороны в очках, поскольку пару раз я чуть не навернулся через диван. Ну, вот процесс обучения. То есть задняя пушка, вы резко переводите взгляд и переключаетесь на заднюю пушку. Причем корабль остается висеть. Уничтожаете эти дроны. Дроны пока в статике. В самой игре дроны летают просто дико. Я едва успевал, потому что головою следить необходимо после выстрелов, например, из передних пушек. Сразу следить за дроном, переключаться на заднюю пушку. Вот здесь я врезался. Сейчас перейдем к самим задачам. Немножко к геймплею. Вот сейчас мы обнаружили у нас красными точками на экране радара помещаются цели, которые необходимо уничтожать. Подлетаете и начинайте их отстреливать. Пройдите обучение, я еще раз повторюсь, это вам фактически поможет. В геймпаде есть несколько дополнительных режимов при управлении с геймпада, которые не поддерживаются при управлении головой. Вот сейчас посмотрите. Вот врезался, у меня не пролетает. И если резко перевернуть, повернуть голову, тогда переходит на управление задней пушкой. Вы можете добивать пролетающие мимо вас дроны. Продолжение следует... Продолжение следует... Для уничтожения крупных целей, Заметьте, вот здесь, в правой верхней части экрана, находится значок в виде такого прицела. Вот идет текст слева и контуром синим обозначен значок. Это для уничтожения крупных целей. То есть вам необходимо этот значок навести на цель и ракета будет запускаться автоматически. Количество ракет ограничено, так что старайтесь быстренько. В принципе, пока не наведете, ракета не запустится. И добивать уже можно из передних пушек. Задняя пушка на цели, она неэффективна. Что еще понравилось? Нет прямолинейных, скажем так, поворотов там на 90 градусов. К примеру, для захода на цель, на определенную, вам необходимо сделать там разворот, подняться вверх, опуститься, все. Если вы видели, как самолеты в небе летают, то есть так и надо делать. Особенно это важно при заходе на цель или же там на стыковку. То есть надо строго следовать зеленому коридору. Он обозначен пунктирными такими зелеными кнопочками. То есть заходить именно с той стороны. Вот тут я зафейлил и просто врезался. Фактически надо следовать именно заходу. И дальше немножко геймплея. Тут я покажу, как заходил на космическую станцию, на базу. Далее уничтожение там крупного объекта. Ссылочка на игру будет в описании видео. Досматривайте. Я надеюсь, игра вам понравится. На этом, в принципе, озвучку ролика буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Досматривайте ролик. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. we can't make the jump Продолжение следует... 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 Продолжение следует...